Хромосомы, здоровые хромосомы, здесь, конечно, не только записи о половых признаках. Большая часть расстранства Хромосом несет гены, которые вообще к полу никакого отношения нет. Но эти гены попадают в группу сцепления с признаками пола. Да. Да, они в той же самой хромосоме. При этом, а кроссинг-гой в Хромосом может проходить или ей запрещено, Вы себе представьте, кроссинг-гой в половых хромосомах. Значит, папа обменялся кусочком программы с мамой. Вопрос, кто родится? Так что, понятно, что Х-хромосомы никакой кроссинг-гой никогда не проходит. И если уже здесь сидят в группе сцепления, то эти гены всегда будут сидеть во всем. Выдут хромосомы. А вот сейчас посмотрим. Есть такое заболевание, которое называется гемофилия. Случали? Нет. Ага. Несвертываемость крови. А, да-да-да. При даже небольшом ранении кровь просто не останавливается. Организм не умеет строить кровь. В результате человек может погибнуть от кровотечения в том случае, как я живу, нормальному человеку, кроме, конечно, наследственного. Например, палец чуточку порезал, да? Ну, чуточку порезал, рано или поздно, там, я не знаю, может, возрастет. А более серьезная работа, это наследственная, причем передается следующим образом. Ген гемофилия сидит, это рецептивная аллея, сидит вот здесь, вот хромосома. Так, выберите, такой ген может находиться или нет? Нет, а там уж нет таких генов. Это, ген гемофилия встречается крайне редко. Точнее, аллей, вот такой испорченный аллей, который приводит к гемофилию. В среднем 5 тысяч раз чаще встречается нормальный аллей, и только в одном на 5 тысяч аллере просмотрено, только один будет поломан. Берем женщину, по каждой клетке тела у нее сколько хромосома? Две. Две. Если известно, что вот здесь у нее поломанный аллей, с какой вероятностью вот здесь у нее тоже поломанный? С неизвестным. Конкретнее? Как? Один в 5 тысяч. Не в 5 тысяч. Один в 100. Один в 25 миллион. Один в 25 миллион. Ребята, смотрите, как решаются такие зажечки. Игральные кости представляете себе? Да. Так, с какой вероятностью на игральные кости при броске выпадает шестерка? Один в 6. Одна в 6. Это всем подходит? В подробнее. Хорошо, а теперь я беру две игральные кости и кидаю одновременно. Один в 12. Не один в 12. Один в 3 стишки. Один в 3 стишки. Смотрите, на каждое положение правого кубика, сколько разных положений левого кубика может приносить? 6. То есть вы 6 умножаете на 6. Возьмите папу. Для того, чтобы определить вероятность двух независимых событий, понятно, что это хромосомы я получил от папы, а это от мамы. Это два независимых существа. Если у железки и у меня есть редкая хромосома, как определить вероятность того, что есть редкая? Что надо сделать с вероятностью? Двести квадрат. Поможем друг на другу в железке в квадрат. Вероятность одна к 25 миллионам. На практике эта вероятность имеет смысл считать реальностью или нет? Нет. На практике такую вероятность можно по неукрепить. Слишком она... А это значит, если уже в вашей здесь рецессивный аллерий, то здесь, скорее всего, он доминантный здоровый. Вопрос. Какие-нибудь проблемы у этой вашей есть или нет? Да, нет. Какие проблемы? Новые проблемы. Нормальный аллерийный доминантный. А, нет, нет. Вы видите, смотрите, какие-то все. Нормальный аллерийный доминантный. Все нормально. Она даже не знает, что у нее какие-то... Прошел здоровый человек. А теперь она вступает в брак со здоровым мужчиной. Здоровый мужчина, во-первых, у него гипс-хромосома в телевизии. А там? От кого он это получил? От кого? От своей матери. Отлично. А во-вторых, к хромосомию у него просто нет от другого. Считайте, в решетке пенната, какие будут дети у этой пары. А большая мама, а большая мама, да. Рассчитайте и посмотрите, что будет с детьми у этой пары. Во-первых, кто девчонки, кто мальчишки. А во-вторых, у всех у людьми нормально со здоровьем. Или не у всех? Давайте смотреть, что получится. Это у нас Х-хромосома с хорошим аллерием. Это Х-хромосома с 8 аллерием. Это мама. Это папа. Это Х-хромосома с хорошим аллерием и Игорь. У Игорь вообще нет этого гена. Верхняя строка – это мальчишки или девчонки? Девчонки. Нижняя строка – это мальчишки или девчонки? Нижняя строка мальчишек. А вот теперь смотрите, все нормально или не все нормально? В 1 на 4 случаях нет. У кого есть проблемы? У пацанов с одной. В чем дело? А у него не прикрытая сломанная программа. Второго гена, второго аллеля в этой паре нет. Даже здесь Y-хромосома, нет такого гена. В результате будет строить свой фен. Здоровый аллель или двойной аллель? Да, поломанный аллель построит свой фен. И у мальчишки разобьется гемофилия. От кого мы получили? От цели, от матери. От матери. Вот тогда такой сорт передачи наследственных заболеваний, а многие наследственные заболевания идут как раз вот здесь, в связке с хромосомой. В этом случае болезнь всегда передается по женской линии, а болеет кто? А болеет и мужчина. Почему женщина не болеет? У них перекрыта доминантная молитва. Но смотрим, одинаковая судьба у тебя у двух девчонок. Нет, не одинаковая. Вот это абсолютно здоровая девчонка, у которой еще никаких проблем нет. А вот это носитель. У меня то же самое будет еще сказать. Такое состояние называется состояние носителя. Она сама абсолютно здоровая, но рискует ее видеть. Половина ее сыновей имеет риск родиться заболеванием крови. Но сыновей. Сыновей. Именно так. Второе заболевание, которое по этой схеме передается, встречается оно чаще, чем гемофилия. Гемофилия редкое заболевание, по счастью. А это и понятно. Ну, просто шанс попасть на гемофилию при таком раскладе очень невелик. Почаще встречается другое заболевание. Олень, которого там же мы все сидим. Заболевание называется цветовая слепота. Дальтонизм? Да. В частности, философ Дальтон страдал этим заболеванием. Поэтому заболевание часто называют дальтонизм. Дальтонизм. Люди в дальтонике не отличаются, ну, допустим, красный от зеленого не отличаются. У них нарушено нормальное расстреление. А почему так? Дело в том, что у нас в сетчатке пластика два разных типа нейронов нервных клеток. Палочки и волочки. Так вот. За расстрелением цветов ответственны как раз волочки. У дальтоников поломанная работа в полочке. Они работают не так, как у них. Ну, поэтому развлечение цветов просто не происходит. При дальтонизме. Вам получают правильную картину. Кто будет в основном болеть дальтонизм? Сыновья. Сыновья. Если у них обе промоцентны условные. Али себя. В какой семье может родиться барышня дальтония? Там, где мама. Там, где мама. У мамы все али себя. Как-то до этого название есть. Папа болен, а мама. Мама какая? Носитель. Носитель. Вот в такой баре, где папа в альтоне, а мама носительница Алия. Там, кроме мальчишки, может и девчонку. Но кто будет рождаться чаще? Мальчишки или девчонки? Мальчишки. Конечно, мальчишки. Причем тысячи раз тысячи. Потому что достаточно. Помните, что независимые события, вероятность перемножать надо. И даже продавать девчонкам надо, чтобы совпали два независимых события. Али мальчишки, а достаточно одного.